25 июля в Калининском районном суде города Твери началось судебное слушание по обвинению Александра Шершова, он же Осипов, Дмитрия Баскакова, Александра Агеева, Бориса Ильина и Ярослава Соболева в серии убийств. Дела, связанные с некоторыми из обвиняемых в народе, окрестили делом тверских волков. Началось рассмотрение уголовного дела по обвинению восьми лиц в совершении убийства в общей сложности четырех лиц. Обвинение предъявлено восьми фигурантам. Преступления, в которых обвиняются фигуранты, совершены в начале 2000-х годов, 2001-2002 года. Согласно букве закона, подсудимые обвиняются в убийстве двух и более лиц, совершенные группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений или по найму. Предварительным следствием установлено, что в конце 2001 года киллерами банды Тверские волки или Ломовские было совершено заказное убийство предпринимателя в городе Кимра Тверской области. Этими же киллерами этой же банды в феврале 2002 года на территории города Твери было совершено заказное убийство представителей Чеченской республики. Одним из киллеров банды также по заказу было совершено убийство предпринимателя в городе Торжок Тверской области в апреле 2002 года. Киллерами данной банды в июле 2002 года было совершено убийство по найму лица, занимавшегося реализацией алкогольной продукции. В каждом убийстве есть заказчики, они же организаторы преступлений. Всем предъявлено обвинение. Еще раз отметим, убийства совершались с ноября 2001 по июль 2002 годов. То, что мы сейчас вменили исполнителям и заказчикам, это четыре трупа, четыре потерпевших. Заказчики, они ранее судимы, ранее попадали в поле зрения правоохранительства? Нет, никто из них ранее не судим. Один привлекался к уголовной ответственности, но не за преступление против жизни, против личности. Там коррупционное было преступление. Убивали ради раздела каких-то коммерческих интересов? Это деньги, мотив какой? Где-то коммерческие интересы, где-то личные неприязненные отношения. Более 18 лет по приостановленным уголовным делам проводилась оперативно-следственная работа. В ходе работы по уголовному делу, возбужденному по факту убийства Михаила Круга, Агеевым была написана явка с повинной о совершении убийства совместно с Баскаковым, предпринимателя, в городе Кимра Тверской области. Соответственно, данное уголовное дело было возобновлено. Показания Агеева, Баскакова были проверены, нашли свое отражение полностью в материалах уголовного дела. Они оба показали на месте происшествия, как именно убивали, каким способом. Все это полностью подтверждено как протоколом осмотра места происшествия, так и заключениями судебных экспертиз, в том числе медицинской, медико-криминалистической, биологической судебных экспертиз. Экспертиз, соответственно, были установлены свидетели, о которых нам называли обвиняемые. Свидетели дали показания, которые подтвердили их слова, и следствием была собрана полная картина происшествия. Соответственно, также по каждому из эпизодов. В ходе расследования уголовного дела проведено более 10 проверок показаний на месте. Выполнено свыше 15 экспертиз. Уголовное дело насчитывает 30 томов. 24 июля в ходе судебного заседания фигурантам было предъявлено обвинительное заключение. Следующее судебное слушание по этому делу назначено на 31 июля. Напомним, преступления, в которых обвиняются фигуранты, не имеют срока давности.